Англия, 1525 год. В стране была Единая Церковь. Все религиозные тексты и обряды были написаны на латинском языке, который большинство людей не понимало. Переводы распространения Библии на английском языке были вне закона. Это было преступлением, которое каралось смертной казнью. Увлеченная идеей о том, что Бог хочет, чтобы все люди понимали Его Слово, рискуя жизнью, послушные слуги Творца неутомимо трудились над переводом Библии на общедоступный язык. Одним из таких людей был Уильям Тиндейл. Уильям! Нас обнаружили! Что? Как? Нас ждет корабль! Надо уходить! Переводы Ветхого Завета! Мы ничего не должны забыть! Быстрее! За мной! Хэмптон. Дворец правосудия. Лондон. Я повелеваю. Каждого, у кого найдут эти книги, нужно арестовать и пытать за ересь. Сжечь все книги! Каждую страницу! Каждый листок! Уильям Тиндейл! Я с тобой еще разберусь! Где бы ты ни был! Носители света Уильям Тиндейл. 1522 год. Глостершир, Англия. Тремя годами ранее. Нет. Голос... Узнают... Нет. Не узнают. Узнают. И я... Да. Мои овцы... Слышат голос мой. Робота. Готово. Отлично! Наш гость скоро будет здесь. Мы с Леди Анной хотим, чтобы ты присоединился к нам. Сэр Джон! Входите! Входите! Вижу, что учитель наших детей усердно трудится в свободное время. Скажи-ка мне, за это время ты закончил переводить Евангелие? Если бы так. Но нет. Я всего лишь закончил переводить еще одно предложение. Понятно. Это же Священное Писание. Нужен точный перевод. Овцы мои! Слушаются голоса моего. И я знаю их. И они идут за мной. Да, сэр Джон. Мы должны понимать так же хорошо, как и слышим. И, конечно же, у обычных людей... Я знаю, у них должно быть Писание. Да, на английском, а не только на латыни. Полагаю, вы посоветуете быть осторожным? Я восхищаюсь твоей храбростью, Уильям, и твоими знаниями. Потому я и попросил тебя быть учителем моих детей. Но ты не должен забывать о том, что учить людей Писанию на английском языке незаконно. Ты ученый. И в качестве материала для изучения языков этот перевод допустим. Но вне этих стен. Да, времена сейчас настали смутные. Вспомни, что произошло в Ковентре. И пошли дожди. И поднялись волны высоко-высоко. Но дом мудрого человека стоял крепко. А безрассудный человек и сделал так, как сказал ему Иисус. И поэтому, когда налетела буря, дом безрассудного человека упал. Расскажи еще, отец. Пожалуйста, только одну. Пожалуйста. Оу, мама говорит, что вам пора спать. Давайте вместе помолимся и попросим Божьего благословения. Питер, склони голову. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. В чем дело? Что происходит? Куда вы меня ведете? Нам доложили о твоей деятельности. Именем Святой Матери Церкви ты арестован за то, что читал молитву Господню и учил ей на английском языке. И за это преступление ты будешь наказан смертью. Сожжен на столбе! Отец, оставьте его! Стойте! Питер, нет! Нет! Жон! Нет! Так что любого, кто будет распространять Писание на английском, будут сжигать на огне. Так или иначе, людям необходимо нести свет, сэр Джон. Слово Божье – свет стезе нашей. Все люди должны понимать Писание, а не одна только церковь, сэр. Идемте, наш гость уже ждет. Повторяю, именно церковь обладает властью толковать Священное Писание, а не миряне. И тем не менее, Христос считал необходимым учить людей. Он доказал свою правоту. И это ему дорого обойдется. И на этом… Христос сказал, «Утешитель же, Дух Святый, научит вас всему и напомнит обо всем». Так он и делает. Через церковь и ее толкование. Ох… Вы ученый, эксперт, кажется, в пяти языках… Восьми. Вот именно. Подумать только, какая у вас подготовка понимать Священное Писание. И чтобы переводить его, Дух Святой помогает каждому человеку понимать Писание так, чтобы он следовал за Богом. Эндрю. Сэр? Нон те де сэрам некве де релинквем. Эээ… Что вы сказали, сэр? Ты знал о том, что Иисус сказал, «Я всегда буду с тобой, я никогда не покину тебя». Правда, сэр? Я буду вспоминать эти слова, когда будет приходить тоска по моему отцу. Ради Бога! Он же ребенок! Вы очень хорошо знаете о том, что Христос говорил притчами, трудными для понимания, а не обычным простым языком. Горе вам, учителя закона, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Куда же еще проще? Уильям! Простите меня, Леди Анна, но важно помнить, что Новый Завет был написан на греческом языке. Койны – язык простых людей. Не понимаю, каким образом мы можем брать на себя ответственность, удерживать от других то, что Бог свободно и намеренно дал всем нам. Независимо от того, считаем ли мы кого-либо простаком или нет, Христос любит всех нас и за каждого пожертвовал собой. Я полагаю, что наша оживленная дискуссия… Закончена! Возможно, вы считаете себя ярким ученым, но вы молоды и неопытны. Если ваше необдуманное поведение является примером происходящего, когда Слово Божие оказывается не в тех руках, тогда нам лучше остаться без Слова Божьего, чем без Слова Церкви. Но, сэр, Библия говорит, «Трава увядает, цвет опадает, но Слово Бога нашего прибывает вовек. Если Бог сохранит мне жизнь, то я сделаю так, что простой мальчик-пахарь будет знать Писание лучше, чем священник, если Бог сохранит вашу жизнь». Осторожно, мистер Тиндейл. Огонь никогда не бывает далеко от еретика. Сэр Джон, леди Анна, ваше гостеприимство доставило мне большое удовольствие. А вот ваш выбор гостей, к сожалению, совсем другое дело. Доброго вам вечера. Боюсь, я испортил ужин. Ха! Ты испортил ужин ему! А я наслаждался каждой его минутой. Хотя я согласен с Архидиаконом Джоном Беллом. Тебе следует быть осторожным. Ты должен быть осторожным. Нужен какой-то способ, чтобы Уильям мог исполнить свое видение в церкви и избежать опасности. Хорошо бы. Но после этого вечера я сомневаюсь. А я нет. Я могу предложить джентльмена, известного своей любовью к Писанию, а также имеющего надежное положение в церкви. Его имя доктор Латимер, и я полагаю, что он человек рассудительный. И я буду рада поговорить с ним о тебе. Теперь вы видите мою дилемму, доктор Латимер, в своем сердце. Я знаю, что Бог хочет, чтобы все люди слышали Его Слово и ясно понимали Его. Но церковь отказывает мне в праве сделать это. О-о, сэр! Кажется, нет никакого способа. Есть способ. Король? Вероятно. Но мы можем предпринять и другой шаг. Епископ Лондона. У него есть власть разрешить перевод Библии. Да. И финансировать тебя в этом деле. Конечно, если он этого захочет. О-о, сэр! У Леди Анны есть необходимые связи в Лондоне, чтобы ты мог переехать. Переехать? Навсегда? Но оставить сэра Джона и Леди Анну я отвечаю за образование их детей и не могу… А почему нет? Разве твое видение не стоит того? Послушай меня, Уильям. Если ты хочешь исполнить свое видение, тогда приготовься к испытаниям посерьезнее, чем это. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат. Тогда, значит, Лондон! Возможно, Бог открывает дверь. КАБИНЕТ ЕПИСКОПА ЛОНДОНА КАБИНЕТ ЕПИСКОПА ЛОНДОНА А его ответ был… Нет. О, Уилл! Что толку? Я стучался в двери, умолял и просил. Использовал все способы, чтобы добиться согласия церкви. Но, похоже, все двери передо мной закрываются. Итак, что же ты будешь делать? Если я не могу делать дело Божье с согласия церкви, тогда я буду делать его без согласия. Сэр Монмаус! О! 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 В какой-то момент я подумал, что это… Ну да ладно! Отлично, что ты здесь! Как твоя встреча с епископом? Не так, как я ожидал. Поэтому я к вам и пришел. Сэр, мы можем с вами поговорить наедине? Так вот, как возятся книги Проповеди Лютера в мешках с фруктами Фрукты для желудка и пища для души Но Библии нет Нет, только не на английском, нет Их запрещено печатать в Англии Все боятся угрозы Вулси, осажений Нет, нет Тогда мне надо удалиться от костра Вулси как можно дальше В Германию В Германию? Ты печатаешь, тайно провозишь книги Почему бы тебе не перевезти сверт так побольше? Ты хочешь? Тогда тебе лучше распрощаться с Англией навсегда Ты будешь беглецом, за которым будут охотиться Уильям Церковь такого не потерпит И ты знаешь, что они убедят короля помочь им тебя выследить Тебе придется заплатить за это очень дорого Не дороже, чем за нас заплатил Господь Я готов Имея очень мало денег, Тиндейл неустанно трудился И продолжал работу над переводом 27 книг Нового Завета Которую он начал раньше Оказавшись в Германии, Новый Завет Тиндейла был напечатан тайно И его экземпляры карманного формата были скрытно привезены в Англию Я повелеваю Каждого, у кого найдут эти книги, нужно арестовать Быстрое распространение Нового Завета вызвало радость у простых людей Но тревогу у лидеров церкви, которые отреагировали на перевод Тиндейла следующим образом Они объявили его непригодным, якобы по причине многочисленных ошибок Уильям с неохотой приостановил работу по переводу, чтобы ответить своим критикам И написал книгу под названием «Послушание христианина» «Сжечь все книги, чтоб ничего не осталось! Каждую страницу, Уильям Тиндейл, я с тобой еще разберусь, где бы ты ни был!» И воззвал к нему Бог из среды куста И сказал «Моисей, Моисей!» Он сказал «Вот я» Отличная печать, Гербетер! Скоро мы закончим значительную часть Ветхого Завета И эта страница будет напечатана вечером А пока что лучше спрятать ее подальше от любопытных глаз Здесь, в Германии, у нас есть определенная свобода Но есть и могущественные люди, настроенные против Детрик! А сейчас прошу тебя, уходи Займись своим переводом А я займусь своим печатанием Венчать не начало, а конец Бог дохранит вас, Гер Кентель Сэр, прошу вас Только после вас Добрый день, Гер Кентель Добрый день, Гер Кохлеус Я скоро подойду Извините, сэр Как обстоят дела с моим заказом? Все готово, Гер Кохлеус? Чудесно! Это надо непременно отметить Гер Кентель, присоединяйтесь Рабочий день закончился Не сегодня Спасибо У меня есть еще работа А вы едите Желаю провести хорошо время Тогда мы выпьем за то, чтобы вам хорошо работалось Вперед, мой милый друг Тост! Хорошая пиво Веселит сердце И развязывает язык Трактирщик, еще пиво! Ну, расскажи мне об этой таинственной книге, которую вы печатаете Вы про английскую Библию? Ага Уильям, срочно собирайся! Что? Как? Гер Кохлеус Один из клиентов-печатников Он очень влиятельный человек Со связями в церкви Солдаты магистрата уже в печатни Уильям, через несколько минут они будут здесь Нас ждет корабль Надо уходить Переводы Ветхого Завета Мы не должны ничего здесь забыть Быстрее! Наверх! Сюда! Печатник! Говори! Имя Печатник! Не скажи его имя! Я не уверен! Ваша светлость! Ты незаконно печатаешь писание на английском языке? Для человека, чье имя ты не помнишь? Я... Петер Кентель Ты лишился своего бизнеса? Ты хочешь еще лишиться жизни? И сгореть на костре, как яретик? Говори имя! Говори имя! Скорее! Скорее! Спасибо! Его зовут Уильям Тиндейл Найдите Тиндейла! Найдите этого еретика! Найдите Уильяма Тиндейла! И что теперь? В безопасную гавань, друг мой Чтобы закончить дело, которое нам поручил Бог И будь что будет А пока что Надо хорошенько выспаться За один день было и так достаточно приключений Все! Все манускрипты Ветхого Завета! Переводы! Мы потеряли все! Но мы все еще живы! Господь нас поддержит! Господь поддержит нас! Англия, 1528 год Дворец короля Генриха Послушание христианина – запрещенная книга Это ересь И вполне может стоить тебе жизни Откуда ты взял ее? Виновата только я одна, Ваше Величество Вы, Леди Анна? Во что-то связывает с этой книгой, моя милая? Я так много слышала о ней, милорд Я очень старалась ее получить Моя служанка, которая читает мне Держала ее у себя А потом, заигрываясь с ней Ее знакомый забрал книгу у нее Только затем, чтобы быть пойманным с ней Так, значит, настоящая преступница – это вы? Конечно, милорд И все же его рассуждения заслуживают внимания Какие, например? Бог не сделал королей подчиненными церкви Потому что сами они поставлены Богом А, а он весьма умен Епископы поистине жало в нашу плоть И мы можем использовать человека, который не боится излагать свое мнение Уильяма Тиндейла Вашему величеству следовало бы даровать ему прощение Ведь поскольку его произведения запрещены, как я понимаю Он ведет жизнь беглеца где-то на континенте Мы предложим ему охранную грамоту и мое покровительство Доставить его ко мне Ну а теперь давайте прогуляемся по нашему парку Четыре года спустя Так ты в конце концов нашел его? Да, Ваше Величество Я встретился с Тиндейлом Вернее, он сам Меня нашел И? В Бельгии, Ваше Величество Меня привели к нему Он ждал меня недалеко от города Антверпен Я изложил ему ваше милостивое предложение охраны грамоты И стать вашим придворным Он откликнулся с неохотой, Ваше Величество С неохотой? Думаю, что он опасается за свою жизнь Я заверил его в ваших добрых намерениях, милорд Я сказал, что кардинал Томас Волси умер Однако, по-видимому, я ошибался Думая, что его заботит собственная безопасность Он говорил о постоянных гонениях на реформаторов И он вручил мне письмо для вашего Величества Если его Величеству будет угодно сделать так Чтобы хотя бы малая часть Писания Была распространена среди его народа Чей бы это ни был перевод Я немедленно дам обещание Больше ничего не писать И вернуться в Англию Чтобы мое тело было подвергнуто любому наказанию Вплоть до смерти Он отказывается от нашего милостивого предложения И ставит нам условия своего возвращения Условия? Этот мятежник мне? Если я разрешу распространять Писание Тогда он вернется? Ваше Величество, совершенно ясно Что вы или подчинитесь Тиндейлу И разрешите печатать его Писание И он будет продолжать сеять смуту среди народа Через свои письмена Он угрожает церкви И как мне кажется, он смеет угрожать вам Ваше Величество, я не думаю Он смеет мне угрожать? Милорд, я не думаю, что он Это угроза Повелеваю найти его и арестовать Любой, у кого найдут его книги Будет повешен Или сожжен Любой, без исключения В то время как в Англии усиливались гонения Уильям продолжал писать Ободряя истинных христиан Твердо стоять за свою веру Не бойтесь людей, которые вам угрожают Но доверьтесь Богу Который силен исполнить обещанное Ваше дело проповедь Евангелия И этот свет должен поддерживаться кровью нашего свидетельства Чтобы свет Евангелия не угас Я не позволю, чтобы эти писания возбуждали замешательство И недовольство среди людей И этого человека нужно остановить Не возвращайся сюда, пока не найдешь И не задержишь эту язву общества Уильяма Тиндейла Да, Ваше Высокое Преосвященство Почту за честь Антверпен, 1535 год Семья Пойнс поддерживала меня, пока я занимался переводом Они посланы Богом И я хотел бы тебя с ними познакомить Уильям! Как ты вовремя? К ужину! К тому же, он очень вкусный Надеюсь, ты не против, что я привел нового друга? Но, Уильям, ты должен быть осторожным Не беспокойся, он честный человек Томас Пойнс Генри Филлипс Действительно, мне очень приятно Несколько дней спустя Так что видишь, Генри, как апостол Павел ясно выражался языком того времени Так и у нас Писание должно быть на общедоступном языке А иначе Как последователи будут понимать своего лидера? Я многому от тебя научился, Уильям А я от тебя Ха! Неужели это правда? Как бы там ни было, настало время мне тебя отблагодарить Идем, отобедаем вместе и поговорим А от этого я не могу отказаться Чудесно! После тебя И я еще могу добавить, как сказал Петр Как новорожденные младенцы Возлюбите чистое словесное молоко Священное Писание так важно для младенцев Для ненаученных Уильям Тиндейл Что? Генри, беги! Быстрее, Генри! Сюда! Уильям! Куда бежать? Куда? Уильям! Уильям! Уильям Тиндейл Вы арестованы! О, увы Мне придется пообедать в одиночестве Прощай, Уильям! Генри! Все это было Ну, скажем Занимательно Мне жаль Уильям Тиндейл Вы арестованы Мне приказано доставить вас в замок Вилвард Замок Вилвард, Бельгия Вы обвиняетесь в ереси Учении против матери церкви Я не писал Не учил ничему противоречащему писанию Вы нарушаете законы нашей церкви Только тогда, когда церковь нарушает законы Божьи Итак, вы ставите себя выше власти нашей церкви? По Божьей благодати Я слуга церкви Настолько, насколько церковь служит Богу Согласно вашему истолкованию Согласно ясному пониманию священного писания Написанное вами тайным путем попадает в руки простых людей Святое Слово Бога на простом языке Люди ищут Слово Божьего, потому что этого жаждет их душа Отрекитесь Признайте свою вину Отрекитесь от написанного вами И тогда, может быть, вас пощадят Я не могу поступать иначе, как только по велению своей совести Признайте свою вину Я могу поступать только по велению своей совести Ну, тогда ты сгоришь! Тогда я сгорю во имя Бога! Сгори! 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 Уильям Тиндайл Вы обвиняетесь в ереси А именно в том, что вы переводили, печатали И распространяли священное писание на английском языке Что является прямым нарушением законов церкви и государства Вы отвергали власть единой истинной церкви И приговариваетесь к казни через сожжение Да помилует Господь вашу душу! Господь! 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 Господь, паси овец Своих! Господь, открой глаза короля Англии! Открой глаза! Открой глаза короля Англии! Отец, оставьте его! Стойте! Смерть Уильяма казалась ужасным поражением, но через десять лет его предсмертная молитва была чудесным образом отвечена. Король Генрих приказал, чтобы в каждой церкви Англии была английская Библия для публичного чтения. В каждой церкви, отец? В каждой церкви. Понимаешь, сейчас мы с тобой можем читать Слово Божье благодаря жертве Уильяма Тиндейла и других таких, как... Дедушка? Да, Дедушка и другие храбрые люди, которые любили Слово Божье. Дедушка учил меня. Всякий, кто слушает Слово Божье и исполняет его, подобен Мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному... Если Богу будет угодно сохранить мне жизнь, то я сделаю так, что простой мальчик-пахарь будет знать Писание лучше, чем священник. Работа Уильяма Тиндейла стала основанием для дальнейших изданий Библии. Она до сих пор оказывает влияние на переводы Библии на английский язык. Перевод Библии на многие языки – один из величайших успехов христианской церкви. Сегодня более 6 миллиардов человек имеют определенную часть Писания на своем языке. 380 миллионов все еще остаются без перевода Библии на их язык. Субтитры создавал DimaTorzok